если вы не страдаете от раскаленных батарей около окна то может быть вам не стоит тогда видео смотреть хотя с другой стороны расскажите потом у кого такая проблема есть всем привет 12 полдень очередная оконная трагедия но сегодня расскажу такую интересную ситуацию даже не знаю как описать как бы и ликбез проведу такая трагедюшка оконная и причем она появилась в последние года потому что раньше такой проблемы не было раньше была проблема в обратную сторону и так начну с того что четыре фактора из-за которых возникает эта проблема первый это у нас в квартире очень очень жаркие батареи отопительные приборы до которых прям не дотронуться вообще следующий фактор это на улице минус 15 минус 20 или и холоднее в общем на улице дубак третий фактор у нас поставлены качественно окна окна теплые неважно пенталопластиковые деревянные алюминиевые они качественные и мы смонтированы качественно из них не дует они теплые не промерзают никогда в общем все хорошо с ним и четвертый фактор это мы не любим в минус 20 проветривать помещение то что со двух ух дубак не 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 вот так пускай будет все вот эти четыре фактора и сейчас покажу какая проблема в итоге у людей возникает но не покажу расскажу показать не удастся очень неприятно для клиентов это все появилось новое такое явление люди стали жаловаться на то что плачут окна при температуре минус 20 на улице там снег холодно очень и у них вдруг пошло конденсат я не буду рассказывать о других причинах которые могут быть из этого всяких разных а об одной расскажу вообще банальной из-за некомпетенции хозяев квартиры ну и там поймете связку из-за чего проблема и многие что теперь стали делать они так как очень жарко дома блин невозможно находиться батареи не угомонить у нас или нету регулятора у нас на батарее нету регулятора тепла и люди тогда что делают выключают батарею полностью напрочь чтобы она остывала и вообще и так комфортно дома типа и что начинается у нас стены дома они более-менее как бы аккумулируют тепло еще которые у нас в помещении и не так сильно начинают остывать но окно она не аккумулирует тепло поймите она сразу же остывает потому что с улицы оно ледяное и она толщиной то вот ему нужно тепло изнутри оно сразу начнет остывать очень быстро и все это сразу скажется на стеклах они первые начинают промерзать потому что даже если вы в теплой комнате потрогаете стекло оно уже будет ну гораздо холоднее чем стена или что-либо в итоге люди отключают батарею закрывают окно и ложатся спать с утра встают у них все в конденсате все стекла в конденсате лужи на подоконниках беда некомфортно сразу хочется позвонить что в чем проблема проблема это в том что окну нужно тепло вам оно не нужно окну нужно тепло хотя бы какое-то и вентиляции я уже не говорю если вдруг в комнате повышенная какая-то влажность идет с ванной или с кухни у вас еще больше окна сразу законденсируют также во время сна человек выделяет около полулитра влаги в воздух вся эта влага никуда не уходит если у вас конечно нет какой-то вентиляции принудительный она оседает на стеклах мы же поставили герметичные окна это как парник получается что нам нужна вентиляция но мы не хотим окно открывать вот и беда получается итак какой же выход в итоге из данной ситуации первое если до батареи прям не дотронуться нельзя отключать полностью но вообще краны желательно все-таки раз в полгода хотя бы крутить чтобы они не закисли это так совета сантехников и чтобы не обломались попробовать их как-нибудь настроить допустим под 45 градусов попробовать поставить оба крана стоп это может показаться верным решением но с шаровыми кранами сантехники говорят так поступать нельзя только так или вот так поэтому в данной ситуации вас спасет только установка термостатического клапана в это место вот так он выглядит который поможет вам выставить необходимую температуру чтобы батарея хоть как-то теплая была но она не должна быть холодная второе надо все-таки привыкать проветривать помещение по-хорошему пластиковые окна требуют три проветривания в день это как минимум ну вышли вы из комнаты на кухню ну откройте на пять минут окна у меня бабушка всегда так делала раньше как только потом пришла обратно закрывала аккуратненько затем если у вас старые батареи до которых нет никаких кранов еще не поменено на современные вот например мне приходится с жить у меня старые батареи их невозможно перекрыть они раскаленные там топит кошмар причем начиная с осень и ту весны же когда так топит что просто 6 накидываем одеяло толстыми на батареи и жить и живем почти всегда с микро проветриванию первым режимом на гребенке ну что делать поддувает привыкли зато свежий воздух и достаточно в принципе быстро можно привыкнуть к холодному свежему воздуху все равно нужно спать желательно при плюс 17 18 градусов они плюс не они при плюс 25 вот так тоже нельзя делать плотные шторы или класть на подоконник или плотную их прижимать подоконнику теплый воздух от батареи не поднимается и не поступает к стеклу поверхность окна внутренняя она остается холодной и опять чревато же конденсатом это сейчас его нету потому что тут циркуляция в середине присутствует и батареи теплые вот такие решения и такие проблемы всем чаю с пряником отмечайте и подписывайтесь